Ежемесячное оперативное совещание началось с награждения сотрудников строительной компании, которая занималась работами по установке мемориала «Стена памяти» на Аллее Славы в городе Видное. Разработкой монумента занималась наша компания совместно с Советом ветеранов. Все-таки основная идея исходила от них, и наша задача была попытаться как-то визуализировать их мысли, их идеи. Далее была заслушана информация из единой диспетчерской службы. За прошедшие две недели в организацию поступило 1218 обращений граждан. Пожарно-спасательный гарнизон 49 раз выезжал на происшествия, из них 7 на возгорание. Три мусорные площадки, два частных дома, две хозпостройки. О ситуации с коронавирусной инфекцией в муниципалитете рассказала Елена Зинатулина. Заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы отметила, что в округе зафиксировано снижение количества случаев заражения COVID-19. За прошлую неделю их было 162. С начала пандемии число зараженных почти около 11 тысяч, 10 902 человека. Количество выздоровевших пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 266 человек, и их сейчас составляет 7 841. Ну и снижается количество, которое лечится на амбулаторном этапе. Сейчас под наблюдением находится 3000 человек. Также Елена Зинатулина проинформировала собравшихся о том, как проходит массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции привито в Ленинском городском округе 4790 человек. Это 3,7% от нашего взрослого населения и 2300 человек, получивших вторую вакцинацию. Сергей Дежкин доложил о совместных рейдах сотрудников МЧС с представителями социальной защиты населения по неблагополучным многодетным семьям. Ситуация очень сложная в этих семьях. Видно, что помимо антисанитарии, неправильного воспитания детей, присутствует большая угроза жизни и здоровья этих детей. Поэтому, Алексей Петрович, на ваше решение хотелось бы собрать круглый стол с курирующим заместителем по данному вопросу для выработки решений по обеспечению пожарной безопасности. Из-за обильных февральских снегопадов дорожные и коммунальные службы муниципалитета продолжают работать в усиленном режиме. В Дорсервисе на устранение последствий непогоды было задействовано около 65 единиц техники и 159 рабочих. За этот период в связи с погодными условиями было обильное таяние снега. Соответственно, вся ливневая канализация справлялась. Единственная просьба к управляющим компаниям – все ливнеприемники отрабатывать в здоровых территориях. Но, собственно, Дорсервис это делает. Сегодня первый день весны. Температура в любом случае уже плюсовые, по крайней мере, днем. И то, что не было вывезено, где-то не доработали по снегу, теперь превращается в воду. Надо помочь этой воде уйти. Поэтому, повторюсь, Елена Сергеевна проведет совещание. Нужно акцентироваться на расчистке этих приемных сливных отверстий у ливневой канализации для того, чтобы все это достаточно технично и беспроблемно случилось. Также на оперативном совещании были заслушаны доклады о проделанной работе начальников территориальных отделов Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.